Всем привет! Сегодня вот такой вот нож с виза пройдет стандартный уже для моего канала тесты. Многим эти тесты нравятся, для многих они становятся какими-то такими точками отсчета, потому что мы тестируем ножи по самым различным материалам. Это и твердые материалы, и мягкие материалы, и слоистые, и волокнистые материалы. И они дают нам практически полное понимание того, на что же нож способен. Интересен для тестов этот нож по нескольким причинам. Во-первых, это один из немногих небольших швейцарских ножей, который имеет фиксатор клинка. Во-вторых, интересен такой вот необычный достаточно форм-фактор. Нож представляет из себя такой вот коромысло, такая вот изогнутая рукоять. Ну и посмотрим, насколько все это будет удобно. Ну и также интересно, насколько будет мешаться вот это вот отверстие в клинке. Ну и вообще, общую эргономику мы с вами тоже обязательно оценим. Узкая стропа, более широкая стропа. Джутовый канат. Синтетический канат. Пожарный рукав. Ну и давайте построгаем сухой клен. Синтетический канат. Скрученный бумажный рулон. Вы знаете, складывается впечатление, что вот этот изгиб рукояти, он только во вред. Потому что, судя по ощущениям, приходилось прикладывать больше усилия, чем при тех же самых работах, скажем, ножами Викторинокс 91 мм. Ну а в целом, впечатление все-таки положительное. Эргономика. Ну, средняя для многопредметного ножа. Вот тут вот в этом месте все равно чуть-чуть мизинец наминает. Ну, понятное дело, что за все надо платить и за многопредметность надо платить. Ну, средняя эргономика для многопредметного ножа. Ну, замочек есть, что, конечно же, тоже удобно. При работе по продуктам, конечно, вот это отверстие, ну, вряд ли кого-то порадует, потому что, ну, забивается туда всякое. Ну, оно, как бы, не особо критично, да, но вот в работе по различным материалам каких-то проблем с ним нет. Вообще, хочется сказать, что компания Свиза могла бы, и я очень надеялся, что она стала бы реальным конкурентом компании Викторинокс. Потому что было у нас видео, где мы расследовали каталог Свиза. Вот сейчас подсказочка всплыла, и в конечных заставках я ссылку на это видео оставлю. Видео очень интересно, рекомендую вам его к просмотру. И там много интересных мыслей. Ну, и в каталоге уже появились какие-то новые инструменты. В ножах Свиза это и ножницы, и пила, и там какие-то такие более специализированные инструменты, да. Ну, все равно, в основном, компания Свиза там разные типы накладок, материалы накладок, цвета. То есть, чисто оформление, по сути, по инструментарию изменения какие-то минимальные. То есть, мы все-таки ждем, что компания Свиза как-то расширит функционал своих ножей. И было бы здорово, если бы они ножницы все-таки переняли у компании Викторинокс. Потому что, ну, сейчас у них ножницы достаточно спорные. Ну, вот если бы они сделали, как у компании Викторинокс. Ну, они не стесняются, например, вот консервную открывашку взять у компании Викторинокс. Позаимствовать, ну, плохого в этом, по большому счету, я ничего и не вижу. Почему бы и не позаимствовать то, что хорошо работает. И вот, если бы еще и ножницы были, как у компании Викторинокс, то ножи формата Климбера, компакта, но в исполнении Свиза, ну, были бы весьма и весьма интересными. Ну, а так, достаточно неплохие ножи. Материал накладок этих, конечно же, тоже спорный, да. Ну, опять же, если ножи станут популярными, и наверняка, можно будет какие-то сменные накладки. Для этих ножей купить, а как-то поменять. Если с этим проблем не будет, то почему бы и нет, все-таки, накладки, на мой взгляд, это такой расходный материал. И опять же, компания Свиза не ограничена какими-то своими классическими рамками, как те же самые ножи Викторинокс. Вот у них есть классический какой-то дизайн, свой вид, да. И они за ним следуют. Компания Свиза же это новый продукт на рынке. Ну, и они могут себе позволить и какую-то клипсу поставить, и какие-то современные материалы добавить. И многое-много другого. То есть, они не закованы в эти рамки классического швейцарского ножа. Поэтому, да, я вот все-таки жду и надеюсь, что компания Свиза все-таки выйдет на новый уровень и покажет что-то интересное. Ладно, ребят, вы давайте посмотрите видео, где мы про ножи Свиза еще общались подробно. А я на этом с вами прощаюсь, желаю вам всего наилучшего, спасибо за внимание и до свидания.